Девушки отдыхают Пахнет, как обыкновенно Ямщики при лошадях дрыхнут А господа не пахнут Не страшен ли сон Сей гроб Эти заплаканные лица Стоны вопли Может я этим пальцем Недельный пошильный у вас в ноге Если отказывать тварь Терпеть, лучше не жить на свете Вот так Хочешь я Убью ее как собаку Я из него бифштекс сделаю Я ее размашу Убью ее как собаку КОНЕЦ КОНЕЦ В один прекрасный вечер Не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитрий Червяков Сидел во втором ряду кресел И глядел в бинокль На корневицкие колокола Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства КОНЕЦ 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 больше не чувствовал. Его начало помучивать в беспокойстве. В антракте он подошел к Брызжалову, походил возле него и поборовший робость промотал. Я вас обрызгал, Вася, сестра. Простите, я не то чтобы. Ах, полноте, я уже забыл, а вы все о том. Забыл, а у самого ехидство в глазах. Говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал, что это закон природы. А то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает. Придя домой, Черевиков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось, ему слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему. Сначала она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брызжал чужой, успокоилась. А ты все-таки сходи, извинись. Подумаешь, что ты себя в публике держать не умеешь. То-то вот и есть. Я извинялся, он как-то странно, слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать. На другой день, Червяков надел новый вид смутир, подстригся и пошел к Брызжалову объяснить. Войдя в приемную, он увидел там много посетителей. А между просителями самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова. Вчера в Аркадии, если припомните, ваше соседство, я чихнулся и нечаянно брызгал. Извините. Какие пустяки, бог знает что. Вам что, ладно? Говорить не хочет, сердится, значит. Нет, этого нельзя так оставить, я ему объясню. Ну, когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забармотал. Ваше соседство, я потому смею беспокоить его соседство, именно из чувства, могу сказать, о раскаянии. Не нарочно, сами извольте знать. Вы просто смеетесь надо мной, милый сестер. Генерал, а не может понять. Когда так, не стану я больше извиняться перед этим фарфароном, черт с ним. Напишу ему письмо, а ходить не стану, ей-богу, не стану. Письма генералу он мне написал. Думал, думал, так и не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять. Я вчера приходил беспокоить его соседство, не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что Чихая брызнулся. А смеяться я и не думал, смею ли я смеяться. Если мы будем смеяться, то никакого-то, значит, и уважения к персонам не будет. Пошел вон! Что это? Пошел вон! Пошел вон! Пошел вон! В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся. Придя машинально домой, не снимая мундира, он лег на диван и помер. Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Гневушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось проехать на лошадях верст 30-40. Скажите, пожалуйста, где мне найти здесь почтовых лошадей? Которых? Почтовых? Тут за ствердь путевой собаки не сыщите, то есть почтовых. Вам куда ехать? В Девкино, имение генерала Кохотова. А-а-а, проедись за станцию, там стоят мужики, иногда войск пассажиров. Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров, колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика. Угрюмого, рябого, одетого в рваную серемягу и лапки. Что у тебя за телега? Черт все знает. Не разберешь, где у него вперед, где зад. А чего тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там вперед. А где сидит ваша милость, там зад. Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, то она только замотала головой. Когда он вырвался и стегнул ее вторично, то телега заскрипела, завизжала и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара она покачнулась, после четвертого, наконец, двинулась с места. А, однако, это мы с тобой что, дорогу поедем, а? Спросил землямер, удивляясь способности русских возниц соединять тихую черепашью езду с душевыворачивающей тряской. Ничего, доедем. Лошаденка молодая и шустрая. Разбежиться потом не остановишь. На, на! На, проклятая! На, на! Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землямера темнела замерзшая равнина без конца и края. Налево от дороги в темнеющем воздухе выселись какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Было тихо, но холодно и морозно. Какая, однако, здесь глушь. Ни кола, ни двора. Не ровен час нападут и ограбят, как никто и не узнает, хоть из пуш к поле. Да и возница ненадежная. Ишь, какая спинища. Эдакое дитя природы пальцем тронет так из себя душевона. И морда у него зверская, подозрительная. Ой, какая морда! Голубчик, как тебя зовут? Меня да, Клим. А, да. А, Клим. Так, так, Клим. Ну, как вас-то так вообще, как... Как... Это... Ещё надо, а? Ещё бог милов, кому шалить-то. На! 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 Ага. Это хорошо, что не шалят. А то, значит, я, на всякий случай, взял три волевера. А с три волеверами шутки плохи. Здесь её разбойником может справиться. Между тем быстро стемнело. Телега вдруг завизжала, задрожала и как бы нехотя повернула налево. Ой, куда это ты меня повёз? Ехал всё прямо и веду полево. Чего-то он развезёт подлец какую-нибудь трущобу и... И... А что, бывают такие случаи? Послушай, так ты говоришь, что это не опасно. Это хорошо. А то, значит, я всё-таки люблю с разбойником драться. На вид я несколько такой худой, болезненный. А сила у меня стоила, как у... у... у быка. Вот на меня напало раз три разбойника. Я одного так трахнул, что... А давай другие из меня в Сибирь. Прям-то на каторгу, не могу. Хе-хе-хе-хе. Откуда у меня силы берутся, прям не понимаю. Так возьмёшь такого здорового-то вроде тебя так одной рукой... Возьмёшь и сковырнёшь прям в чёртовой матери. Да, брат, не дай вов, брат, развойнику со мной связаться. Без рук, без ног останется там, что и говори, а ещё и по суду ответят. Мне все судьи с правами не знакомы. Я вот еду, а начальство известно, что я еду. Так и следит, чтоб меня кто-нибудь худо не сделал. Вот тут вот по дороге за каждым кустиком урядь Гесоцкий понатыканый. Вот за каждой ёлочкой. А, Дмитрий Николаевич! Здорово, дорогой! Постойте, Ленин, куда ты везёшь? Куда ты меня везёшь? Лишь не везёшь? Лишь не везёшь? Действительно, лишь. А я-то испугался. А чё это он стал так часто на меня оглядываться-то? Она замышляет что-нибудь. Раньше ехал еле-ее на газа ногу, а теперь ешь, как мчится. Клим, попер едешь, лошадь. Попередежи. Перед что ей ноги такие. Врёшь? Видишь, что врёшь? Попрежи, попрежи лошадь. А зачем? А зачем? Зачем? Зачем, что со станцией заданной бутылкой выехали селить восемь, товарищи подниматели? Надо, чтобы меня догнали в этом лесу. Народ всё-таки здоровый, коренастый, указан по пи-пи пистолету. Ты чего на меня оглядываешь, что ли? А мне, вроде, чего интересного? Что, нет, то есть только револеры? Показайте револеры, а? Изволь, изволь. И тут случилось то, чего не ожидал землемер при всей своей трусости. Королл! Бери окаянный лошадь в телегу, только не губиты мои души! Королл! Испугался, убежал. Что же мне теперь делать? Одному ехать нельзя? Во-первых, дороги не знаю, а потом вот под лошади действительно у него лошадь украл. Что теперь делать? Клим! 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 Голубчик! Где ты? Клим! 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 Сел на извозчика и поскакал к своему приятелю, Григорию Петровичу Запойкину. Человеку молодому, но уже достаточно популярному. Как известно, Запойкин обладает редким талантом произносить экспромтом свадебной, юбилейной и похоронной речи. Говорить он может когда угодно. С просонок натосяк, в мертвецке, пьяном виде, в горячке. Реча течет гладко и ровно, как вода из водосточной трубы. И обильно. Жалких слов в его ораторском словаре гораздо больше, чем в любом трактире тараканов. Фух. Я брать тебе. Сию же минуту одевайся и едем. Умер один из наших. Сейчас его на тот свет отправляем. Надо будет на кладбище сказать какую-нибудь чепухой. У меня кто-нибудь из маленьких, мы не стали тебя беспокоить. То есть, секретарь. Понимаешь, канцелярский столб неком образом. Неловко такую шишку без речи хранить. А, секретарь? Это же пьяница, что ли? Да, пьяница. Блин, и вот закуска. На извозчика получше. Хе-хе-хе. Поедем, душа. Разведи там на могиле какую-нибудь мантифолию по цицерониси. А какое спасибо получишь. Сапойкин охотно согласился. Он взъерошил волосы, напустил на лицо меланхолию и вышел с Поплавским на улицу. Знай я вашего секретаря, пройдоха и бести царствую небесное, каких мало. Ну, Гриш, нехорошо ругать такой. Ну, конечно. А вот Морту и Снигель Бене... А все-таки он жулик. Приятели догнали похоронную процессию и присоединились к ней. Покойника несли медленно, так что до кладбища они успели раза три еще забежать в трактир и пропустить за упокой души помаленькой. На кладбище была отслужена лития. Теща, жена и своячница. Покорные обычаи много плакали. Когда гроб опускали в могилу, жена даже крикнула, пустите меня к нему. Но в могилу за мужем не пошла, вероятно, вспомнив о пенсии. Дождавшись, когда все утихло, Запойкин выставил вперед и начал. Верит ли глазам и слуху? Не страшен ли сон сей гроб? Эти заплаканные лица, стоны, вопли. Увы, это не сон и зрение не обманывает нас. Тот, который еще так недавно был столь юнским смешным, чистым, бодрым. Который еще так недавно на наших глазах Нес носить свой мед в обсе улей государственного устройства. Тот, который, этот самый, Обратился теперь в прах, Безчественный мираж. Неумолимая смерть наложила на него коснеющую руку, В то время как он, несмотря на свой сагбенный возраст, Был еще полон сил и лучезарных одежд. Незаменимая потеря. А то нам, бам, нам, заменит нам его. Хороших чиновников у нас много, Но Прокофий Осипович был единственный. Он был бескорыстен, неподкупен. Как презирал он тех, кто старался подкупить его, Кто соблазительным благами жизни Старался вовлечь его в измену Своему общественному долгу. Преданный служебному долгу И добрым делам, Прокофий Осипович Не знал радости жизни. Он даже отказался в счастье семейного бытия. Вам известно, что до последних дней своих Он был холост. А кто, бам, нам, заменит нам его, как товарища? Как сейчас вижу Его бритое, умилённое лицо, Как сейчас слышу И его мягкий И нежно дружеский голос. Будь здоров Мир праху твоему, покойный, ой, Прокофий Осипович Прокойся, пропойся, покойся, честный, благородный друженик Запойкин продолжал А слушатели стали шушукаться Речь понравилась всем Выжило несколько слёз Но многое показалось не странным Во-первых, непонятно было, почему Оратор называет покойного Прокофий Осиповичем В то время, как того звали Кирилл Иванович Покойный всю жизнь воевал со своей законной женой Стало быть, никак не мог называться хвостым В-третьих, у него была густая рыжая борода Отразяясь, он не брился Поэтому совершенно непонятно было, почему Оратор называет его лицо бритым Слушатели недоумевали Переглядывались и пожимали плечами Прокофий Осипович Твоё лицо было Некрасиво Даже Даже безобразно Ты был угрюм и суров Но все мы знали, что сквозь эту Видимо оболочку Бьётся честное Истинно дружеское сердце Скоро слушатели стали замечать Нечто странное в самом ораторе Он уставился в одну точку И разинул рот По плавски, послушай, он жив Кто же? Прокофий Осипович Он стоит у памятника Так он и не умирал Умер Кирилл Иванович Да ты же мне сам сказал, что секретарь помер Да Кирилл Иванович был секретарь Ты чё так перепутал? Прокофий Осипович прежде был секретарь Его два года перевели в другой отделении Чёрт вас разберёт Чего ж ты оставился? Продолжай неловко Софойгин обернулся к могиле И продолжал с прежним красноречием Прерванную речь У памятника действительно стоял Прокофий Осипович Старый чиновник с бритой физиономией Он глядел на оратора и сердито хмурился Как он тебе выразил-то? Живого человека похоронил! Нехорошо, милостивый государь. Ваша речь, может быть, годится для покойника. Но в отношении живого она одна насмешка. По милостиву, что вы говорили? Бескорыстен, неподкупен, взяток не берет. Про живого человека это можно сказать только в насмешку. И никто, сударь, не просил вас распространяться про мое лицо. Некрасив, безобразен, так тому и быть. Но зачем же мою физиономию на вид выставлять? Обидно-с. Быть барин беден, сказал мне ямщик и указал кнутом на перебегавшего нам дорогу зайца. Но я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное. Ехал я в Симбирский окружной суд, где должен был сесть на скамью подсудимых за двоеженство, за подделку бабушкиного наследства на сумму не свыше 300 рублей, из-за покушения на убийство бильярдного маркера. Погода была ужасная. И когда я к ночи подъехал к почтовой станции, то имел вид человека, которого облепили снегом, облили водой и сильно высекли. До того, понимаете, я изяб, продрог и обалдел от всей этой дорожной тряски. На станции меня встретил станционный смотритель, злохмаченный человек, в кольсонах с синими полосками, лысый, и заспали, и с усами, которые, казалось, росли у него из назрей, и мешали его нюхать. А вот понюхать было признато что? Когда смотритель, бормоча, сопя и почесываясь за воротником, отворил дверь в станционный покой и молча указал мне локтем на место моего успокоения, меня обдало густым запахом кислятины, сунгуча и расставленного клопа. И я едва не задохнулся. Ну и вонишь у вас, сеньора. Пахнет как обыкновенно. Ямщики при лошадях дрыхнут, а господа не пахнут. Я услал смотрителя и стал обозревать свое временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был холоден, как лед. Кроме дивана еще стояла чугунная печка. Угол отгораживала ширма. И за ширмой кто-то тихо спал. Осмотревшись, я стал раздеваться. Снявшись с рту, брюки, жилетку, спаги, бесконечно подтягиваясь, улыбаясь, я запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги. Эти прыжки меня еще больше согрели. Теперь оставалось только растянуться на диване и уснуть. Но вот тут случился со мной маленький казус. Мой взгляд нечаянно упал на ширмы. И вы представьте мой ужин. Из-за ширмы глядела на меня женская головка. Брови ее двигались, на щеках играли хорошенькие япочки. Стало быть, она смеялась. Я сконфузился. Вот ты какая-лия. Стало быть, она видела, как я-то прыгал. Нехорошо. Ой, нехорошо. Ну вот, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картина одна другой соблазнительнее, и краша затеснились в моем воображении. И вдруг запахло раздавленным клопом. Ой! Это черт знает, что такое! Проклятые клопы, вероятно, хотят съесть меня! Ой! Ой, это ужасно! Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Сударыня, сказал я наиболее сладким голосом. Сударыня, насколько я понял, ваше последнее восклицание, вас кусают клопы. У меня же есть персидский порошок. Если вам угодно, то я готов хоть сейчас сказать. А, пожалуйста. А, в таком случае я сейчас надену только шубу и сейчас же к вам. Ой, нет-нет. Вы, пожалуйста, через ширму подайте. Вы сюда не ходите. Я и сам знаю, что через ширму. Небо шубу зуб какой-нибудь. А, собственно, если за ширму, что тут особенного? Тем более, я, знаете ли, доктор. Это я наврал. А доктора частной приставы и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь. Да-да. А вы правду говорите, что вы доктор? Честное слово. Позвольте, я вам принесу. Ну, если вы доктор, то, пожалуйста. Только зачем вам беспокоиться? Я могу мужа к вам прислать. Федя, Федя, просни же тюлень. Доктор так любезен, он предлагает нам персидскую порошку. Ну, пойди, принеси его. Присутствие за ширмой Феде было для меня ошламляющей новостью. Меня словно обухом по голове ударило. Душу мою наполнило чувство, которое, вероятно, испытывает оружейный курок, когда делает осечку. Совестно, досадно и жалко. На душе у меня стало так скверно. И таким мерзавцем показался этот Федя, когда вышел из-за ширмы, что я едва не изгречал караул. Вы очень любезны, доктор. Мерси, мерси. Вас так же застала пурга? Да, я тоже, значит, застала. Так, Зиночка, по твоему носику клопик бежит. Позволь мне снять его. Можешь? Нет, поймал. Старский заведник, все тебя боятся. А с клопом справиться не можешь. Зиночка при постороннем человеке. Вечно ты ей Богу. Свиньи спать не дают. Но супруги скоро утихли. Я старался уснуть, но прошло полчаса, час. Я не спал. В конце концов, и соседи мои заворочались и стали шепотом брониться. Удивительно, как их много, этих клопов. Даже персидский порошок не помогает. Доктор, а доктор, Зиночка просит узнать у вас, отчего и клопы так мерзко пахнут. Мы разговорились, поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой он так же мало смысл, как в астрономии. Поговорили об Эдисоне. Ты, Зиночка, не стесняйся, ведь он доктор. Ты не церемонись, проси, бояться нечего. Шревецов не помог, а это, может быть, поможет. Проси сам. Доктор, доктор, вы не скажете, отчего это у моей жены в груди теснение бывает. Понимаете, теснит, словно запекло что-то. Вы не знаете, нет? Видите, это длинный разговор, так сразу нельзя сказать. Ну и что ж-то длинное время есть, все равно не спим. Осмотрите ее, голубочка. Понимаете, надо заметить, что лечит ее Шревецов. Человек он хороший, но вот кто его знает, я ему не верю. Вижу, вам не хочется, но будьте так добры, осмотрите ее, а я тем временем пойду к смотрителю, прикажу самовар поставить. Федя зашаркал туфлями и вышел. Я пошел за ширмой. Зиночка сидела на широком диване, окруженной множеством подушечек, и поддерживала свой кружевной врачок. Покажите язык. Зиночка показала язык и засмеялась. Язык был обыкновенный красный. Я стал щупать пульс. Так, так, так. О-о-о-о, промычал я и не нашел пульса. Не помню, какие я еще вопросы задавал. Помню только, что под конец моей диагностики я был таким дураком и идиотом, что мне было решительно не до вопросов. Наконец мы сидели в компании Мизинский и Федя за самоваром. Надо было сочинить рецепт. Я его сочинил по всем правилам врачебной науки. РП Сиктранзит 001, Глория Мунди 002, Аквадистиллята 201. Через два часа по столовой ложке госпожа Съеловой, доктор Зайцев. Утром, когда я совсем уже готовый к отъезду, прощался навеки с моими новыми знакомыми. Федя держал меня за пуговицу и, подавая десятирублевку, убеждал. Нет, вы обязаны взять. Я привык платить за всякий честный труд. Вы учились, работали, ваши знания достались вам потом и кровью. Я понимаю это и прошу принять. Нечего было делать. Пришлось взять десятирублевку. Так в общих чертах провел я ночь перед задумкой. Не стану вам рассказать о моих ощущениях, когда открылась дверь суда и судебный пристав указал мне на скамью подсудимую. Скажу только, что я побледнел и сконфузился, когда, оглянувшись назад, увидел тысячи смотрящих на меня глаз. Но я не могу описать, а вы не можете представить моего ужаса, когда я, повернувшись к окну, увидел на прокурорском месте «Кого бы вы думали?» «Федю». Он сидел и что-то писал. Глядя на него, я вспомнил Зиночку, Клопов, мою диагностику. И уж не мороз, а целый ледовитый океан пробежал по моей спине. Покончив с писанием, он поднял на меня глаза. Сначала он не узнал меня. Покончив с писанием, он поднял на меня. Покончив с писанием, он поднял на меня. «Однако пора кончать. Пишу это в здании суда во время обеденного перерыва. Сейчас будет речь прокурора. Ой, что-то будет... К дому помещика Грябова подъехала прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кутером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездопрерыводитворянство Федор Андреевич Отцов. Впередние его встретил сонный лакей. «Господа дома?» «Никак нет», — ответил сонный лакей. «Барыня с детьми в гости уехались, а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят с самого утра». Отцов постоял, подумал и пошел искать Грябова. Нашел на него у реки верстах в двух отдобах. Грябов, толстый человек, сидел на песочке и уил. Возле него стояла высокая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом. Она тоже уил. Охота смертная, да учись, Горька. А, это ты приехал. Как видишь. А ты еще все своей ерундой занимаешься, не отвыкайся. Ой, черт, весь день ловлю с утра. Плохо сегодня что-то ловится. Ничего не поймал, ни я, ни это кикимора. Сидим-сидим, и хоть бы один черт. Просто хоть караул кричи. Наплюй, пойдем водку пить. Постой, может, они тебя поймаем. Под вечер рыба лучше клюет. Сижу, буду здесь с самого утра. И такая скучища, что выразить не могу. Дернул меня, черт, привыкли к этой ловле. Сижу, как подлец какой-то, как каторжный, и на воду гляжу. Как дурак какой-нибудь. Вчера на покос надо было ехать, не поехал. Здесь просидел с этой стерлядью, с чертовкой этой. Да ты им с ума сошел. Брони с предами ее уже... Да ну, черт, стей. Все равно не бельмес по-русски не понимает. Ты ее хоть хвали, хоть брони, ей все равно. На нос посмотри. От одного носа в обморок упадешь. Сидим по целым дням вместе, хоть бы одно слово. Стоит, как чучело, и бельмой на воду таращит. Удивляюсь, братья, немало. Живет, дурище, в России 10 лет. И хоть бы одно слово по-русски. Она ж какой-нибудь аристократич, поедет к ним. Жил, по их нем брехать научится. А они, черт их знает. Да перестань, неловко, что ты напал на женщину. Она не женщина, она девица. А женихах небось мечтает чертова кукла. И пахнет от нее какой-то гнилью. Возненавидел, братья, ее. Видеть равнодушно ее не могу. Как взглядит на меня своим глазищем. Так мне словно покоробит. Точно я локтем о перила ударился. Ловит и священодействует. С презрением на все смотрит. Стоит в канале и сознает, что она человек. Стал быть, она царь природы. А знаешь, как ее звать? Уилка Чальзовна Тфайз. Тьфу, и не выговоришь. Видал? Нати маловам. Ах ты, кикимора. Из-за детей только держу этого тритона. Не будь детей, я б за 10 верст не пустил ее к своему имению. Нос-то, как у ястреба. Постой. У меня, кажется, склюет. Ух ты, зацепилась. А камень должен быть. Эх, к жалости. В воду лезть надо. Да ты брось. Нет, нельзя. Под вечер хорошо ловится. Эх, к комиссия. Если б ты знал, как ей хочется раздеваться. Андричану турнуть надо. Да ей неловко раздеваться. Все-таки ведь дама. Эм, 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 мисс, эм, мисс Тфайз. Живу при... Ну, как ей сказать, а? Ну, как ей сказать, чтоб ты поняла. Послушайте, туда, туда уходите. Слышьте? Ну, что ты с ней будешь делать? Why? Чего? Не понимаете? Ступайте, говорят, отсюда. Мне раздеваться надо, чертова кукла. Туда, туда, ступай и туда. И вот, вот. What in this, I don't understand what a swallow means. In this one cow, cow, why? Первый раз в жизни ее голос слышу. Ну, нечего сказать голосок. Что мне с ней делать, а? Да плюнь, пойдем в водку. Илья, теперь ловиться должно вечером. Ну, что с ней приказ делать, а? От комиссии. Придется при ней раздеваться. Послушай, Иван Кузьмич, это уж, друг мой, глумление, издевательство. А ее никто не бросит, не понимая. Это наука им, иностранцам. Остынуть надо. Фух. Скажи, на милости, Федорович, а что это у меня каждое лето сыпь на груди бывает? Господи, да полезай скорее в воду или прикройся чем-нибудь, скотина. Хоть бы сконфузилась, подлая. Мах! Мах! Холодная вода. Смотри, как бровями двигает. Вы ж толпы в себя ставит. Хе-хе-хе. И за людей нас не считаете. Ха-ха! Эрберт, я и не Англия! Ха-ха! Ха-ха! Мисс Твайс хладнокровно переменила червячка и закинула удочку. Отцов отвернулся. Гребов отцепил крючок, окунулся еще раз и, сопя, вылез на берег. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять худил рыбу. Фортепианный настройщик Муркин, бритый человек с желтым лицом, табачным носом и ватой в ушах выбежал со номера в коридор и закричал дребезжащим голосом. Семьян! Хридорный! И, глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка или что он только сейчас у себя в номере увидел привидение. А, милый Семен, что же я такое? Я человек болезни ревматической, а ты же сожжаешь меня босиком выхожить. А чего ты с сих пор не привез сапог? Где они? Где же им быть, проклятый? Вчера чистил, кажется, тут поставил. Вчера, признается, выпьем, что было, но в другой номер поставил. Так и есть, Афанаси, в другой номер. Сапог-то много, а черт тебе в пеном виде разберешь, когда себя и не знаешь. Он его к барне поставил, что рядом живет, как к актрисе. Да извольте теперь из-за тебя к барне беспокойте. Вот извольте из-за пустяка будить честную женщину. Кто там? Это я, сээ. Извините за беспокойство, сударь, но я человек болезненный, ревматический. Мне, сударь, доктора велели ноги в тепле держать. Тем более, мне нужно идти настраивать рояль генераль Шевелицыной. Не могу я к ней босиком идти. За что вам нужно? Какой рояль? Нет, я не рояль. Я в отношении сапог. Невер Семен почистил мои сапоги, по ошибке поставил ваш номер. Будьте за сюрпризом, выдайте мне мои сапоги. Послышалось легкое шуршание, прыжок с кровати, после чего дверь слегка отворилась и пухлая женская ручка выбросила к ногам Муркина пару сапог. Муркин поблагодарил и отправился к себе в номер. Странно это. Как будто это не правый сапог. Да тут, тут два левых сапога. О, два левых. Семен! Семен! Послушай, Семен, это не мои сапоги. Мои сапоги с красными ушками, без латка, а какие-то порванные, без ушек. Это сапоги Павла Александровича. Какой Павла Александрович? Актера, который по вторникам сюда ходит. Он стал вместо своих ваши надел. Я его номер обе пары поставил, его и ваши. О, комиссия. Так ты, поди перемени. Поди перемени, а где его взять-то? Час время как ушел, поди ищи ветра в поле. А где же он живет? Где живет, неизвестно. Приходит сюда по вторникам. Придет, переночует и жди другого вторника. Вот видишь, вот видишь, свинья-то это такая. Что же мне теперь делать? Мне генераль шевелиться, идти нужно, а нафиг вот это такая. У меня ноги, а я бле. Афанасий Игорьев, перемени сапоги недолго. Вы походите в них до вечера, а вечером в театр артиста Блистанова спросите. Ну вот, если до вечера не хотите, придется до вторника ждать. Он только по вторникам и ходит. Ну почему же тут два левых сапога? По бедности. Где актеру взять? Какие Бог послал, такие и носит. Я ему говорю, ну и сапоги у вас, Павел Александрович, чистая срамота. А он, говорит, умолкни, говорит, и бледнеет. В этих самых сапогах, говорит, я графов и в князей играл. Чудной народ. Одно слово, артист. А будь я губернатор, или какой начальник, забрал из всех этих актеров и во строк. Бесконечно кряхтя и морщись, Муркин натянул на свои ноги два левых сапога и отправился в генераль Шушевелитцер. Целый день ходил он по городу, наставил фортепиано и целый день ему казалось, что весь мир глядит на его ноги и видит на них сапоги сладкими и покривившимися каблуками. Кроме нравственных мук, ему пришлось еще испытать и физические. Он натер себе мозоль. Вечером он был в театре. Давали синюю бороду. Только благодаря протекции знакомого флетиста его пустили за кулисы. В мужской уборной синяя борода стоял с королем Бабешем и показывал ему свой револьвер. Купи самку в Курске по случаю за восемь. Тебя отдаю за шесть. Замечательный бой. Осторожней, что ты с ума сошел? Заряжен! Могу я видеть артиста Блистанова? Я самый, что вам угодно. Извините за беспокойство. Видите ли, я человек болезненный, ревматический. Мне доктора велели ноги в тепле держать. Вот. А что, собственно говоря, вам угодно? А того с... вот прошлой ночью вы изволили ночевать в мемблеровных комнатах купца Бухтеева в шестьдесят четвертом номере. Ну что врать-то? В шестьдесят четвертом номере моя жена живет. Жена, сэр, очень приятно. Вот именно вот они, вот ваша супруга, мне и выдали вот ихнии сапоги. Когда они от них ушли, я, знаете, хватил сапог, кричу, знаете, коридорного. А коридорный, я, говорит, смотрю по ошибке, ваши сапоги в соседний номер поставил, ведь он, будучи в состоянии опьянения, поставил в шестьдесят четвертый номер. Мои сапоги и ваши, а вы, уходя вот от ихней супруги, вот надели мои. да вы что, милостивый государь, сплетитесь сюда пришли, что ли? Нисколько, храни меня Бог, вы мне не поняли, я ведь насчет чего, я насчет сапог, ведь вы извали ночевать в шестьдесят четвертом номере? Когда? Прошедшей ночью. А вы меня там видели? Нет, я не видел, я, я не виделся, но мне вот ваши сапоги, вот ихней супруга выбросили, вот, вместо моих. Да какое же вы имеете право, милостивый государь, утверждать подобные вещи? Не говоря уже о себе, но оскорбляйте женщину, да еще в присутствии ее мужа. За кулисами подбился невообразивый шум. Король Бабеш вдруг побагровел и за всей силы ударил кулаком по столу так, что в соседней уборной с двумя артистками сделал душу. И ты веришь, ты веришь этому негодяю. Хочешь, я убью ее, как собаку? Хочешь, я из него пившкет сделаю, я его размашу. И все гулявшие по городскому саду рассказывают теперь, как перед четвёртым актом от здания летнего театра по главной аллее промчался босой человек с жёлтым лицом и глазами полными ужаса. За ним гнался человек в костюме синей бороды с револьвером в руке. Что было далее, никто не знает. Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, две недели лежал больной. И к словам «Я человек болезненный ревматический» стал прибавлять ещё «Я человек раненый». Через базарную площадь идёт полицейский надзиратель от чумелов. В новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина на площади недушищной. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих. Не кусаться, каянная! Привет! Не пущай её! Ниже не вельно кусаться! Держи, держи, держи её, держи! Слышен собачий виск, очемело глядит в сторону и видит. Из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трёх ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в сит в своей рубахе и расцёгнутой жилетке. Он бежит за ней, падая на землю, хватает её за задние лапы. Не пущай! Никак беспорядок, Ваше благонолие! Из лавок высовывается сонная физиономия и около дровяного склада, словно из-под земли выросший, собирает столпа. Очмело вделает полуборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада видит он, стоит вышеписанный человек в расстёгнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано «Ужо я сорву себя, шельба!» В этом человеке Очмелов узнаёт золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырев передние лапы и, дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала, белый щенок с острой мордой и жёлтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. На каком это случае тут? Почему тут? Это и зачем палец? Кто кричал? Иду я, ваше благородие, никого не трогаю насчёт дров с мероприятием. И вдруг эта подлая меня не с того ещё запалится. Вы меня извините, ваше благородие, я человек, который работающий, работа у меня мелкая, пусть они меня заплатят. Потому что я, может, этим пальцем неделю не пожевелю. И этого, ваше благородие, в законе нет, что от тварей терпеть. Если каждый будет кусаться, то лучше не жить на свете, ваше благородие. Хорошо, хорошо. Чья собака? Я этого так не оставлю, я вам покажу, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафуйте, умерзавцы, у меня, знаешь, что это собака? И прочий, бродячий скот. Я им покажу, Кузькину мать. Елдырин, узнать себя собакой и составлять протокол. А собаку истребить надо немедля. Она, наверное, бешеная. Чей собаку спрашиваю? Это, кажется, генерал Жигалова. Генерал Жигалова? Снимай-ка ей, Елдырин, с меня пальто. Ужас, как жарко. Должен перед дождем. Одного я только не могу понять. Как это она могла тебя укусить? Мне ж она застанет на пальце. Она маленькая, а ты он какой-то травила. Ты, небось, расковырял палец гвоздиком, а потом пришла в твою голову идея, чтобы сорвать. Да ведь известный народ знает о вас чертей. Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха. Она не будь дурой, тяпкий. Здорный человек, ваше благородие. Врёшь кривой. Не видал, стал бы зачем врать. Ты, ваше благородие, умный человек. Понимаете, кто врёт, а кто посовест, как перед Богом. А если вру, пусть я и мировой рассует. У него закон не сказано, да ничем все равны. У меня, у слова, брат жандарма. Если хотите знать, не рассуждать. Нет, это не генеральская. У генерала таких нет. У него всё больше легавые. Ты это верно знаешь? Верно, ваше благородие. Да, я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые. А это, чёрт знает что, ни шерсти, ни вида. Подлость она только. А может, и генеральская. На морде у ней не написано. На мене во дворе у него одну такую видел. Вести ему генеральская. А что ты? Кхм-кхм. Надень-ка на меня, елдерин, пальто. Что-то ветром подуло. Знобито. Ты отведёшь её генералу, спросишь там. Скажешь, что я нашёл, прислал её. И скажи, чтобы её не выпускали на улицу. Она может быть дорогая. И если каждая свинья будет в нос цигаркой тыкать, долго ли испортиться? Собака нежная тварь. А ты, балон, опусти руку. Нечего свой дурацкий пальцем выставлять. Сам виноват. Повар их не идёт, его спросит. Эй, Прохор, пойди-ка, милой, сюда. Поглядь-ка на собаку. Ваша. Эй, думал, этих у нас отродячь не бывало. И спрашивать тут долго нечего, а она бродячая. Нечего тут долго разговаривать. Ежели сказал бродячей, стало бродячей. Истребить её ты всё. Нет, это не наше. Это генералу брата, что на меня приехал. Наш не охотник, да борзыха. Вот братицы, это охотник. А разве братицы их не приехали? Владимир Владимирович? Господи, а я не знал. Погостить приехали? У гостей. Эй, господи, соскучились по братце, а я не знал. Так это их собачка? Очень рад, возьми её. Собачка ничего себе, шустрая такая. Цап этого запалец. Да. Хе-хе-хе. Ну чего, чего ты дрожишь, сверху, Цуцик это, хе-хе-хе. Прохор зовёт собаку и идёт с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над хрюкетом. Я ещё доберусь до тебя. Грозит ему очумелов, и запахивает шинель, продолжает свой путь по базарной планице. предостаток. Предостоим очумело уйти своей дорогой, а мне разрешите проститься с вами вместе со всеми персонажами этого фильма. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ